привет друзья подписчики и потенциальные подписчики канала за казан сегодня мы будем готовить печень говяжью по узбекски или как говорил гуру кулинария илья лазерсен печень это орган а печенка это блюдо давайте будем готовить печенку по узбекски начинаем я очень люблю печень думаю многие из тех кто смотрит это видео ее любят тоже и сегодня один из рецептов которые мы снимем приготовим или точнее приготовим потом север вот и как всегда ознакомимся с ингредиентами для приготовления печени печенки по узбекски нам понадобится печень как уверяли у меня на рынке телячья здесь где-то кило 200 там 250 далее масло подсолнечное немножко соль перцы болгарские я взял разных цветов что было покрасивее помидорчики лук репчатый много-много зелени здесь базилик мята укроп кинза и петрушка в общем все что на огороде росло вот я нарезал и учитывая такое количество до морковь морковь и учитывая такое количество зелени специи добавлять практически не будем только перец черный молотый начинаем и первое что нам нужно сделать очистить печень для этого нам нужно снять пленочку довольно таки плохо снимается я убрал все лишние пленки протоки в общем все несъедобное и то что нам будет мешать наслаждаться вкусом этого блюда убираем и теперь мы режем ну полосочки достаточно длинненькими где-то так предвижу вопрос в комментариях где тюбитейка раз это по-узбекски и полосатый халат да нет не буду ничего девать потому что если следовать логике и увлечься всеми этими перевоплощениями то на немецкую кухню нужно будет одевать какой-нибудь там тирольские кожаные штанишки а африканская кухня это вообще набедренная повязка и бусики поэтому ограничиваемся тем что есть печень готова или нарежем лук и морковь и морковь морковь колечками а лук но полукольца лук и морковь готовы нарежем перец и помидоры а а а а а Продолжение следует... Как говорил гуру, еще один гуру кулинарии, Сталик Ханшукиев, если горький перец резать не поперек колечками, а вдоль полосочками, то он будет менее острый. Сейчас проверим. Перец нарезали, теперь займемся помидором. Горький наверх. Помидоры режем кольцами. Ну и теперь займемся зеленью. Итак, все ингредиенты нарезаны. Теперь начинаем загружать наш казан. В настоящий рецепт печени по-узбекски на дно казана выкладывается курдичный жир. Но я его, естественно, не люблю. Поэтому мы поступим следующим образом. Нальем немножко подсолнечного масла. Немножко. Ну, может грамм 50, может меньше. Затем добавим, выкладываем все это морковью в дно. Для этого мы ее и резали. Собственно, вот она нам даст такой антипригарный слой. Теперь выкладываем репчатый лук. Половину того, что у нас есть. У нас будет два слоя, поэтому, ну, кроме моркови, заключение моркови, ну, все, практически будем выкладывать с двумя слоями. Чуть-чуть присолим. Теперь выкладываем в печень. Равноверно. Чтобы покрыть весь слой лука. Сейчас я покажу, что у нас получится. Вот так, я думаю, половинка у нас ушла. Дальше казан будет еще шире. Теперь мы солим. Перчим. Хорошо перчим. Повторяю, это единственная специя, которой мы доволим. Затем выкладываем половину нашей зелени. Теперь выкладываем перец. Причем горький я пока отложу. Ну, опять-таки, половину сейчас, половину потом. Немножко горького. Помидорчики пошли. Немножко присолим, чтобы они слегка опустили сок. Затем присыплем всю ручку. Оставшую. Дальше пошла оставшаяся печень. Зелень. Причем. Солим. Зелень. Дальше. Перчим. ну и перец и томаты идем костру на разожженную печь марусин устанавливаем казан огонь чуть выше среднего даем возможность слегка выделить влагу закипеть помидором и другим овощам и накрываем крышкой это где-то минут 5 будет длиться потом накрываем крышкой и тушим до готовности печени минут 15-20 может 25 посмотрим какой огонь будет слышите этот звук овощи пустили влагу и она немножко закипела теперь мы уменьшаем огонь и все это тушим на медленном огне как я уже сказал 15-20 минут запахи божественные но у меня с перцем оказалось нормально перемешиваем я не думал что столько воды будет но влаги наверное чуть-чуть добавим огоньку чтобы ее немножко испарить вот друзья прошло общей сложности 27 минут я снимаю казан и идем дегустировать итак вот что у нас получилось пробуем друзья как я уже говорил я люблю печень и готовила много раз но вот в таком виде с овощами по узбекски еще не разу пробуем очень интересный вкус то есть как бы привычный вкус печени но вот эти вот овощи которые дополняют перцы томаты которых это все тушилось это нечто особенное и мне очень нравится но в принципе как и всегда что касается узбекской кухни поэтому ребята пробуйте готовьте блюдо обалденное один момент не обращайте внимание на минуты а все время пробуйте чтобы там протушилась все нормально потому что у одних один жар огня у других другой и поэтому там сказать четко 15 минут так наверно неправильно некорректно будет звучать поэтому пробуйте вот и готовьте а если вам это видео понравилось обязательно ставьте лайк звоните в колокольчик подписывайтесь сообщите об этом друзьям и до новых встреч а мы еще будем готовить несколько видов этого продукта с разными рецептами пока пока пока